Муниципалитет в сложной экономической ситуации будет делать все для того, чтобы поддержать малообеспеченных горожан. С этих слов начал совещание глава города. Финансовые резервы будут искать везде, в том числе и в мэрии. Во-первых, большинство муниципальных учреждений переедут из арендованных коммерческих помещений в городские. Во-вторых, серьезно будет пересмотрено количество вспомогательных для управления структур, которые финансируются из бюджета Сочи. Сегодня каждая копейка на счету, подчеркнул Анатолий Пахомов. Кстати, план наполняемости городской казны в январе перевыполнен. И эти деньги направят на ремонт дорог. Говорили на совещании и о несанкционированной торговле. Речь о пенсионерах, которые торгуют своей зеленью, фруктами и овощами в неподходящих местах, на улицах, у магазинов и за пределами рынков. Мы должны создать условия нормальные, красивые торговые лотки или торговые ряды, посадить туда или предоставить возможность всем бесплатно сесть туда, отвечать за то, что там должна быть чистота и порядок. Районы и их структурные подразделения должны отвечать за эту работу. Предоставление торговых мест будет производиться на безвозмездной основе с учетом рекомендаций глав сельских округов и районов. На территории внутригородских районов определены 14 мест размещения социальных рядов по реализации сельхозпродукции. Сейчас определили 53 торговых места. Но, по мнению представителей ТОСов, этого количества социальных торговых рядов будет недостаточно. Глава города попросил еще раз провести встречу с активами районов и, если необходимо, количество мест на мини-рынках увеличить. Ну а цены на сельхозпродукцию будет отслеживать народный контроль. Накануне Анатолий Пахомов подписал распоряжение о создании этой общественной структуры. В поле зрения активистов будут также аптеки, магазины шаговой доступности, супермаркеты и городские базары. Все торговые точки уже получили списки рекомендованных цен на основные продукты питания, в их числе морковь, картофель, капуста, яйца и мясо. У оптовиков, которых вы покупаете, вы должны им всем сразу же говорить, вы знаете, цены на рынках сегодня контролируют народные контролеры. И мы не можем яйцо делать больше 70 рублей. Поэтому вы должны продавать дешевле. В мэрии предупредили, уровень цен на продукты питания под особым контролем. Спекуляции власти курорта не потерпят. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.